Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Surviving Mars. Мы с вами остановились на том, что у нас осталась проблема с дедами, небольшая, несерьёзная, но осталась. Мы с вами полезли на днище. Днище покажись, пожалуйста. На днище мы с вами нашли естественные ресурсы, которые мы пока что не можем добыть, в силу того, что не изучили технологию добы... Добрый день, добрый день. Антуражик, антуражик, ребятки. Вот так здесь долбят наши роботы. Чтобы убрать завалы. Вот, мы их отвлекать, естественно, не будем. Пока что мы здесь колупаться особо, наверное, не будем. Хотя сюда было бы неплохо спустить разведчика, выставить огромное количество ламп и так далее. Но маленький нюанс, для этого всего нужно достаточное количество дронов, ретрансляторов, либо же ЦУшек для того, чтобы эту зону покрыть, условно говоря. Пока нам не до этого. Если, мягко говоря, нам пока что не до этого. Из проблем. Из проблем у нас была проблема с водой. Мы ее вроде бы как перекрыли за счет апгрейдов этих самых шикарных зданий. Я только сейчас, походу, понял одну ошибку. Или нет? Ошибки нет. Нет, все хорошо. Они засран... А, мы можем этой ошибки избежать. Хотя она же вроде бы не влияет. Сейчас, подождите. Так, вот этот товарищ вроде бы засран. Но мы можем сэкономить железо, чтобы дроны не чистили их. Поставить вот эти же наши любимые махины. Ну, нам, в принципе, не плевать. Сколько нам обходятся эти трибоочистители? Они требуют и металл, и электронику. По электронике мы, в принципе, в плюсе. Но этот плюс настолько мизерный, что он даже не ощутим. А здесь еще и понадобится энергия. Но с энергией у нас проблем точно нет. А чтобы перекрыть это все добро, нам понадобится минимум три башни, а то и больше. Пусть металлом фиксят. Короче, ну ему нафиг. Зачем мне вот эта вот возня? Так, с этим разобрались. По дедам. По дедам, по дедам, по дедам. По дедам у нас ситуация вот какая. 95 пожилых людей у нас находятся в этом куполе. Естественно, они тут кайфуют, все дела. Охраны нам все еще так же не хватает. Но я буду надеяться, что они будут помирать. Если они здесь не будут помирать, то придется им добавить еще и второй купол для пожилых. Наверное, это как-то поможет. Потому что нет. Так, по университетам. По университетам у нас большая беда на самом деле. У нас вроде бы как разнорабочих достаточно. Сейчас мы проверим. Трудоспособные. Выбираем профессии без профессии. Ну, кажется, что их достаточно. Но, по сути, они даже не перекроют одну из самых сейчас востребованных профессий, если все на нее обучатся. Ну, то есть, вот такая проблема. Как мы это будем решать? Ну, в принципе, никак, мне кажется. Единственное решение, которое я вижу, которое я вижу лично. Мы же везде запустили, да. Единственное решение, как мне кажется, разумное, но я могу ошибаться. Это запустить процесс так называемой авторепродуктивности. То есть, мы, если и будем загонять людей на нашу планету... На нашу планету, а как марсианин ее прорезает. Короче, на эту планету загонять людей мы будем убирать старых и средневозрастных. Да даже и зрелых, по сути, надо бы убрать. Но у нас тогда вообще никого не останется. Ну, короче, мы немножечко почистим фильтр. Что, скорее всего... Скорее всего... Так полностью не интересовало по профессии. Ну, что без профессии в приоритете? Да, в принципе, можем убрать... Нам надо убрать полностью тягу к странствиям, а все остальные нам в целом нужны. Если так посмотреть. Короче, ситуация какая. Мы будем просто нагонять людей помоложе. Если будем вообще нагонять. А всех остальных, собственно, будем рожать, получается. Получается, будем рожать. Так, сколько у нас еще осталось? 22. Это подходящий по фильтру, я правильно понимаю? Вроде бы да. Так, нет ли здесь всякой какибяки? Так, эту запускаем ракету. Меня интересует еще раз. Ботаники нам больше не нужны. Все остальные нужны. Причем в довольно большом количестве. Открываем опять же таки. Юзаем фильтр. Профессию. Ботаник свободен. Свободен. Там их целых 17. Но, тем не менее, свободен. И все, людей стало гораздо меньше. Медики, охранники нам нужны. Научные работники нужны. Без профессии обучивания. Запускайте обе ракеты. Так, хорошо. Единственный в чем нюанс. Я думаю, что мы сработаем на опережение. Не знаю, поможет нам это или нет. Сейчас, где у нас детский сад? Жилье для детей. Ок. То, где у нас есть еще свободные места. Я поднакину, наверное, детских садов. Кстати, мы вот этот купол можем задействовать для детских садов. Как вам такая идея? Если у нас есть купол для старперов. Почему у нас нет купола для детей, да? Спросите вы. Это, в принципе, было бы достаточно логично. Но сюда прям бесконечное количество мы, наверное, не поставим. Сколько нам в среднем? Сейчас, с дедами. С дедами проверенная тактика. Один парк. Общего назначения здания пус охрана. И один жилой комплекс для разных людишек. То есть это раз, два, три блока. Три блока мы можем сделать садами. Почему нет? Неизвестно. Поэтому плодим их как можем. А! Туда он не влезет. Бляха, тогда туда что-то еще не влезет. Ай да похер! Я вас умоляю. Надо будет только потом еще приоритеты поменять. Чтобы это работало почти так, как нам надо. Так, и нужен обычный жилой комплекс. Где он? Квартирки. Давайте, квартирки сюда присандальте. Ну и сейчас будем пытаться впихивать все, что ли. Давайте начнем с простого. Естественно, нам нужен не такой гастроном. Зажретесь. Нам нужен... А, есть вообще микрогастроном. Хм. Это, конечно, забавно. Но, в принципе, не совсем то. Ладно, давайте я сразу парк поставлю. Где у нас сделано? А мы парк можем тоже маленький поставить. Есть же вообще крохотная аллея. А есть где она? Вот средненькая, да? Вот давайте вы заходите в этот купол через средненькую аллею. Я надеюсь, что все останутся довольны. Так, где у нас еда, еда, еда? Кафе. Кафе ставим сюда. Космобар вам не нужен. Больничку я поставил, но, наверное, перебьетесь. А что мы там ставили? Подождите. Детям бар точно не нужен. Кафе еще ладно, там мороженое поедят. Бар им точно не нужен. Тут я зачем-то ставил магазин электроники. Неизвестно зачем. Ну, госпиталь впили мы, ладно. Раз так хотите. Мне-то не жалко. Мне-то не жалко. Отдых есть, еда есть, здоровье есть. Все, все остальное, все, что вы себе напридумываете, меня, в принципе... Давайте я вам микро-гастрономчик еще впилячу. Чтобы вы уж точно не выеживались. Так, и пост охраны. В моем представлении этого должно хватить. Так, запускаем модуль. Дроны FAS. Дотягивайтесь, естественно, дотягивайтесь. Ресеарч complete. Все, они погнали. Сам этот надо пофиксить. Все, его пофиксили. Я думаю, что все будет работать. Не будет, хер бы с ним. Придумаем что-то другое. Так, фильтр по характеристикам. Нас интересует возрастная группа дети. Сюда. А лучше вот так сюда. Применить. Этого должно хватить. Насколько я помню. Так, 26. Первый сад появился. Кстати, я не отследил одну вещь. А, так в садике не нужен человек. Это странно, во-первых. Но ок. Хера себе, вы быстро все отстроили. Так, первые людишки погнали. Я надеюсь, что это дети, да? Да, 6-7 детей. Только самое дебильное, что они у нас автономные здесь получаются. Ну да и хрен с ним. В общем, плодитесь, детей туда сбагривайте. Бачегалупи. Отдыхай. Расследование complete. Потом к тебе вернемся. Сюда главное, чтобы вот этот дом не заняли дети. Приветливые соседи. Ой, бляха, у нас же ж... У нас же ж везде этот грейд, по идее, можно провести. Да, я правильно понимаю? О да, о да, о да. Правда, у нас сотрудничков немножко не хватает. Ну, сейчас мы глянем через другую схемку. Так, детей всего лишь 17 нагнали. Соответственно, нам не то, чтобы их хватает, да? Ну, короче, вы можете беспрепятственно в нормальных куполах плодиться, а всех детей сбагривать сюда. Представьте, что это своего рода интернет. Пусть вам будет от этого спокойней. Так, новые растения. Выход на пенсию и смерть за страсти происходит в Силене существенно позже обычного. Бляха, ну с одной стороны выход на пенсию позже происходит, с другой стороны смерть. Вот это мне не очень нравится. Если бы смерть, наоборот, происходила быстрее, а старость позже, было бы бам-бяу просто. Но это не так. Это, к сожалению, не так. Так, супер-дупер купол, да? Природа земли. Дорогущее удовольствие, которое, в принципе, мы можем себе позволить. Глубинный инвектор. Постепенно повышать температуру. Ой, точно, мы же в терраформировании должны были вдариться, да? Я совсем-совсем забыл. Так, ладно, давайте глубинные месторождения все выучим. Глубинные залежи воды, льда. Здесь у нас что? Проект Морфиус. Развитие новых достоинств у всех взрослых. Постелено такое. Улучшение центра коррекции поведения пока не планирую. Конфорт-услуг декоративных построек. Давай. Художественная мастерская позволяет постеленным заниматься искусством. Приближает к вехе мастерская. Так, окей. Это бабки. Все, что про рыбное, мы уже якобы изучили. Туристы нас вообще не интересуют. Висячие сады тоже пока не особо. Давай тогда конвектор этот проклятый. Позволяет превращать постройки обратно в модули. Которые можно... Ммм. О, вот это интересно. Так, уменьшает потерю душевного равновесия от жизни и работы под землей. А там прям падает равновесие у вас, да? Так, теперь мы можем находиться на второе глубинное место. О, вот это еще надо. Причем вот это я подкину чуть-чуть повыше всякой дичи. Все глубинные исследования мы сейчас проведем. Опять еду воруют. Потому что что? Потому что здесь не хватает охраны. Так, давайте сажать наших товарищей. Добро пожаловать в колонию, ребятки. А с едой мы так и не разобрались, да? Колонисты приезжали. Насколько я помню, с едой вопрос мы так и не перекрыли. Что на самом деле печально. Если мы посмотрим... Да. Потребление 72, производство 12. То есть мы живем только за счет того, что мы привозим... Даю просто. Из-за того, что мы привозим колонистов, и они привозят вместе с собой еду. По сути, на этом мы живем. С одной стороны забавно, с другой, конечно, страшно, но... Суть есть суть. Так, что у нас здесь по циферкам? Девять врачей, восемь охранников. Ну, инженеры и ученые нужны. Все, все, как всегда, в принципе. Так, выгружайте жрачку. Раз, два, три. До свидания. Три, два, один. До свидания. Отлично. Быстро сработали, мне нравится. Давайте еще раз проверим. Знамя здесь всего лишь девятерых предлагают. Что как бы не очень. Детей сюда, кстати, не прислал. Почему? Я бы принял детей. Ну, давайте еще средневозрастных оботнем. Там их все равно немного будет. А, у нас же вместимость R32. Ёб. Я же забыл совсем. Короче, запускайте. Эх, куда весь звук пропал, скажешь. Было очень страшно. Так, 93 деда. Ресерч закончен, это закончен. Мне только интересно, каким образом у нас проводится глубинная разработка месторождений. Ну, мы к этому еще придем. Так, нам еще нужно было выставить очень важную штуку под наименованием защита лазерная от... От, от, от метеоритов. Стоит довольно дорого. Обслуживание, кстати, электроникой, чего я хотел бы избежать. Так, ну, самое важное, что нам нужно сохранить, это склады и модули, в первую очередь. Поэтому вот сюда ставим защитку. Рес. Второе, что нам нужно сохранить. Чудеса света. У вас, наверное, возник не мой вопрос. Почему не люди? Все очень просто. Люди на блюде, как говорится. Поэтому они никуда не денутся. Их, если что, еще нарожаем. А вот отстроить технологию мы уже можем не осилить. Поэтому лучше на опережение работать. Ну, естественно, мы для людей тоже сделаем. А что, что, что? А, это... О, точно, я же забыл. Боже, ладно. Так, этим мы не перекроем. Давайте вот здесь тогда перекроем. Два купола. Здесь перекроем два купола. Странно, что он здесь умудряется коннектиться. Ну, ладно. Так, перекроем еще... А, мега купол мы не перекроем. Он же собака гигантский. Давайте тогда вот так сделаем. Возможно, примитивно выглядит. Дебильно. Но это будет работать. Так, и... Вход в подземку. Давайте еще стратегически вот этот у нас накопитель воды тоже сохраним. И сохраним этот купол. Так и быть. В общей сумме мы поставили два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, соответственно, расход сто энергии. И плюс десять, по сути... Ммм... Нет, вот это мне уже не нравится. Расход электроники сейчас подорвется, скорее всего, в небеса просто. Ну, проверим. Если подорвется, будем фиксить. Все очень просто. Ресерч, кумплит. О, боже, о, боже. Как все пролагало страшно. Скорость Х-20 это вам не шуточки. Что же вы думали? Денежка получена. Обнаружили новую экзопланету. Еще денежка получена. А, новый корабль же... Нихера вы шустрый, слушайте. Так, выгружай, давай еще еду. Отлично. Так, проверяем, что у нас по показателям. Ну, инженеров по чуть-чуть загасили. С учеными почти разобрались. В целом, все очень даже неплохо. Все очень даже неплохо. Правда, сейчас старперов станет еще больше. А, не, они мрут, мрут, мрут. Прикиньте, наконец-то. Замечательно, 85 старперов. Супер. Так, жрачку все выгрузили. Замечательно. Как хорошо, что здесь дохренища дронов. Боже, это просто богоподобно. Так, что у вас здесь творится? Метерие. Так, что у вас здесь творится. Что, что, что... Что, что... Еще раз, сколько солов у вас это занимает? За 12 солов мы получаем довольно-таки неплохой урожай. Меня это лично... В смысле, звездопад? Что, что, что за достижение внезапный звездопад? А, вон, пожалуйста. Это небольшие... Вы здесь поставили уже защиту, я хочу увидеть, как она работает Так, вот сюда сейчас что-то упадет Да, она работает, вы видели? Метеор входит Бляха, не забыл, как скорость Во-во-во, сейчас сюда метеорит должен упасть Стоит лазерная установка такая, и чё? Ну? Пау Тут первая скорость, кажется, как будто бы она 0.25, а не первая Ну, падай, я же тебя и жду Сейчас чуть-чуть побалуемся Во, он целится Бзю Красота! Я очень вовремя поставил защиту от метеоритов, как оказывается Вообще плевать Бзю Бзю Еще давай Бзю Красотень Бзю 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 И там сейчас будет бзю Найс Очень своевременно, очень просто Так, здесь у нас все, да? Дополнительные свободные геологи получаются Правильно понимаю? Ресурсов здесь больше нет Разбирайте А здесь у вас что? Здесь кутеж еще продолжается, но тоже недолго Метеорит Мне очень странно Я не уверен, что тут должны быть уведомления о метеоритах Ох, бляха, вот это было неприятно Я не уверен, что должны быть уведомления о метеоритах в тех местах, в которых уже есть защита Ну, типа, зачем там предупреждение о метеоритах? Для чего? Почему? Метеорит Возвращение Метеорит 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 Дождь прям жесткий, кстати Я должен заметить Все, что я видел с предыдущего Было вообще Детским лепетом Нет, дрон уничтожь За что? Так, мы здесь настроили еще Сколько? 83 модуля уже готовы Замечена протечка Оу, неу Ну, уже ж пофиксили Не пофиксили, ребятки, ребятки, ребятки Ну, тут такое дело Ну, тут надо как бы это, фиксить А здесь незащищенная тоже зона, да, получается? Да ладно Вы Видите, куда он попал? Вот сюда он попал, по сути, да? Теперь открываем защиту Просто Пересечение двух зон как раз вот здесь То есть он каким-то хреном, ну ладно Такой развод будет случаться, так что фиг с ним Метеорит 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 Да, все-таки странно, что там, где стоит защита, предупреждают о падении метеоритов Метеорит Ну ладно, это вообще надолго меня обстреливать будет Или, может, хватит все-таки Издеваться над людьми Вроде спокойно, да? Вроде бы да Но не у всех спокойно Так, окей С этим разобрались Шлаг по чуть-чуть перерабатывают Я все еще задумываюсь по поводу шаттлов Потому что мне кажется, что их Они в большинстве времени вроде бы бездействуют Но когда нагрузка появляется, они все охеревают просто от нагрузки Не знают, что с этим делать А это уже не то Что? Как это возможно? Не понял Это я какой-то апгрейд провел, а я его упустил или что? Каким чертом здесь находится 36 дронов? Подождите, подождите, подождите Я явно что-то упустил Да отстань Да иди, боже, сиди, где сидишь Так, Мокси мне не надо Управление дронами Распределем между ними Задача Так, окей Рабочая зона 50 гексов То есть 40 дронов сюда влазит вообще без проблем Окей Так, здесь повышенная загруженность Потому что здесь дронов нет вообще Сейчас приподнимем чуть-чуть их количество Все, загруженность отмена Больше никакой загруженности Добавим сюда до десяточки, чтобы тоже загруженность убрать Но это забавно Это в любом случае забавно Так, что у нас по энергии? По энергии просадка И сейчас мы увидим Да Нет А как так вышло? Не понял Обслуживание требует одну электронику У нас обслуживание в принципе не то, чтобы сильно выросло А вот производство у нас выросло хорошенько Ну да, у нас почти закрыли все позиции по сотрудничкам Ну ок Что я могу сказать? Просто ок Так, здесь нагрузка низкая, все окей Нагрузка низкая, двадцать дронов Здесь двадцать дронов просто тоже лицом щелкают В принципе меня все устраивает Меня все устраивает Так, что там исследования? Марсианские фестивали пошли Значит у нас и появилась разработка более глубинных этих Давайте вернем Да, теперь мы это можем добывать С одной стороны это хорошо Спору нет По идее мы здесь еще и залежи водички должны находить Вопрос в другом Как нам эту сеть всю развивать? При том, что мы не можем здесь сканировать То есть единственный способ у нас нахождения здесь чего-либо Это прямое взаимодействие по сути Другого варианта нет Я так понимаю Ну хорошо, у вас зона какая? Давайте сейчас осветим все вокруг, что есть Там камни их надо убрать Ёпресс это бездельники проклятые Вот сюда еще свет влепите Давайте, давайте, давайте Понимаю, лень не хочется, а надо Уберите как у раз, уберите как у два Я не совсем пока понял суть подпорок Но мне кажется мы совсем скоро ощутим Совсем скоро их ощутим Точнее нужду у них Сюда проход есть? Вроде бы есть Давайте быстренько Там тупик или нет? Вроде бы нет Так, здесь разгрузили Пока что просто выставляем свет И двигаемся в нужном нам направлении Там уже будем смотреть по факту Сюда не пролазим, да? Сюда не пролазим Так, здесь если еще дотянетесь Было бы супер Так, ока за ока Опять проблема какая-то Кто устроил диверсию? Окей Заплатить 500 лямов Нельзя оставить такое безнаказанное Возложенные средства и ждите подходящего момента Вы сможете отомстить, если появится возможность Но она может и не появиться Угу В текущей ситуации у нас не получится платить Однако мы разработали долгосрочный план Согласно которому мы можем отомстить диверсанту Давайте заплатим и подождем подходящего момента Воткнем им нож в спину Когда нам будет это надо Так, это все разбирайте Там сейчас поставят еще свет Тут еще один завал Бачигалупи До свидания Здесь-то мы уже не так уж и далеко дотянемся Кстати, если дотянемся В общем Там уже не работает СУ, да? Хреново получается так-то Ну ладно Давай-давай-давай, разбирай Разбирай Ну, опять же У нас дилемма Ретранслятор требует этот Встратый ресурс, да? В том числе и на поддержание Обычные ЦУ-шки нам выходят гораздо дешевле Гораздо Прям дешевле Но с ними надо будет повозиться Еще у нас проблема в том, что мы не можем пока что Добыть Я совсем забыл У нас же эти биороботы Или как они? Короче Пока что мы не можем направить сюда людей Потому что я думаю, это нецелесообразно Я думал поставить добычу железа Для того, чтобы у нас там свое железо было И нам не нужно было постоянно на лифте его елозить туда-сюда Вот Но у нас есть вопрос другой Мы исследовали якобы биороботов Теперь меня интересует, что мы Подземный нагреватель Тоннель Тоннель, кстати Я не задумывал Ну ладно Нам нужно найти Что нам делать с ребятками Различные типы самохо... Ох ты ж, матерь божья Ландшафтные проекты Давайте скрафтим Боже, я хочу себе бульдозер И вы никак не сможете меня отговорить Что у нас еще не сделано? Координатор Внедорожник у нас не сделал Не, сделан по-моему один Ну, не сделан, мы его покупали Давайте сделаем еще одного разведчика Я его направлю на днище Полетели дроны Я обожаю их скорость работы Серьезно, это что-то с чем-то Так, ты едь сюда Использовать лифт Давай Я надеюсь, так получится тебя опустить Так, бульдозер Какую же тебе задачку-то дать? Бульдозер, бульдозер Надо какую-то гору сбрить, получается Ехай сюда Сейчас проверим, что он нам на это скажет Допустим, нам надо выровнять Вот эту крохотную гору Вот так, хером собачьим просто Возьмется ли он за эту работу? Работа complete Ландшафтное проектирование Не хит! Вы видели? Вышел из зоны, окей Он просто всосал ее Вот тут была гора Алло Вот тут была гора Он ее всосал И что у тебя? 50 шлака Выгрузи Баляха, ты мне уже нравишься, бульдозер Я ничего не могу с тобой поделать Серьезно, я тебя уже обожаю Хорошо Ты, получается, можешь делать проекты Которые не входят в зону ЦУ-шки, правильно? Если это правильно То, бляха, мы с тобой будем просто На века друзьями А ну-ка, спили нахер вот эту гору Так, просто, чтобы вы понимали Это огромная гора Это не шутка Вообще не шутка Берем парня и направляем Ну, это уже не так быстро, конечно Но он просто всасывает горы Все, что вам надо знать Ты какой загрузи? А, тебя дрона разгрузили? Нет, тебя дрона не разгрузили А почему загрузить, а не разгрузить? Ну, шлак, допустим Да, он его загрузил Выгрузи Вместимость у него 85 шлака Ну, вы посмотрите Ну, вы посмотрите У нас теперь есть вариант развития в эту сторону Нам это нахер не надо Ну, короче Челик явно по... Я, пляха Че я сразу не понял? А ну, едь в подземку Сейчас, там разведчик приехал, нет? Разведалов Ты здесь? Ага, уже этот здесь А где... Ага Так, иди исследуй Так, дорогуша А ну-ка давай проверим Можешь ли ты тут спилить нахер горы? Я охерю, если сможет Аааа, здесь нефт Нет этого Изменение ландшафта А, стоп, есть Че это я? Ну, он может только расчистить А ну, подожди Ну, 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 давай проверим Проверим, подожди Расчистить? Что ты подразумеваешь под расчистить? Пересечение... Там нет объектов Идите нахер Так, Арбайтон Ну, он сами Эти не сбревает, естественно Что-то достаточно логично Мне кажется У тебя есть выгрузка просто Так, что такое? Девятая планета Мы обнаружили девятую планету Солнечной системы Существование которой Долгое время оставалось гипотезой Я все равно выбираю Ее наличие... Но ведь девятой планетой был Плутон Улучшать настрой колониста Фотографии похожи на подделку Дают тысячу материалов исследовательских Давайте улучшим настрой колониста Пусть покекают Научное сообщество Поражено вашим невежеством Осознав, что они Переоценили знания рядовых граждан Ученые плотно взялись за сферу образования Ваше невежество принесло пользу Настрой колонистов лучше О, это забавно Аномалия находилась Аномалия находилась Поврежден самоход Неприятно Я не понимаю Он добывает или не добывает? А, он добывает, да Через жопу как-то Вот в чем его преимущество Он может здесь гонять И находить все, что нам надо А уже отталкиваясь от его Делишек Все, пусть здесь зачищает пока Так, подземная жопа произошла Вы там спасли парня, нет? Они пытаются его спасти Интересно, он умер или он Не, он просто поломался Продолжай исследование Просто засыпало С кем не бывает Почистил? Вроде бы когда Причем он кучки оставляет возле, да? Нормально, вообще красавец Претензий нет Еще одна исследовательская Отлично Туда не проехать, туда не проехать Хотя по карте Тут еще место есть, по идее Ладно, ехай сюда Анализ аномалии завершен 5000 получено, супер Мы можем направить разведчика Теперь сюда Сюда Ну и вернись хотя бы сюда Блин-блин-блин-блин Ну то есть проехать сюда можно, можно Так, выезжай в эту сторону Тут у нас фонариков До наставили Но этого не совсем чтобы хватает Аномалии Водичка Еще куча исследований Место под купол исследователей Епп, РСД Сюда в принципе есть смысл тянуться Честно говоря Я не знаю, правда Мы же не сможем воду, по-моему, наверх перекачивать, да? Аномалии По-моему, мы не сможем воду наверх перекачивать А это очень грустно Как отсюда Как он так заехал? Ну короче Бульдозер очень крут для разведки Мне лично кажется А ты туда можешь проехать? Нет, не можешь Бульдозер очень крут Потому что он сам автономно зачищает Завалы Едет куда ему надо Без всяких предминаний Давай, давай, давай Тегля, тегля просто что творит Он за секунду их вычищает Я не уверен, что там нужно проехать Но ты попробуй Знаете, как у меня мысль? Давайте я сделаю несколько бульдозеров Мы сделаем сверхэффективные Это Махины Так, у нас с ресурсами все окей Вообще А то я там По делам был занят Сейчас надо еще проверить купол с детьми Нем-нем-нем-нем-нем Где у нас самоходы? Дайте-ка мне еще парочку бульдозеров, пожалуйста Будет у нас тройка диких бульдозеров Так, сюда уже наслали целых 40 А, нет, детей здесь всего лишь 17 Здесь уже 9 подростков и 10 взрослых Ну, хорошо Направляйте их на обучение, все дела Вы же сами знаете алгоритм Что мне вам объяснять Так, теперь у меня вопрос Я могу их двоих выделить? А то будет очень тупо Да, я их могу двоих выделить Пацаны, погнали на лифт Горы сбривать это весело Но это не то, чтобы нам сильно горит Ой, а что здесь за исследование есть? Ой, ой, у нас уже целых 4 исследования есть Дружочек-разведчик Ехай сюда Ехай сюда Понька Вот сюда же тебе придется съездить Понимаю, далеченько, но что поделать? Это ж все ради науки Это ж не я придумал Если что Да бляха, верните меня домой Слышу угул, значит мы в нужном направлении Все, он поехал Так, ребята спустились Ребята спустились, погнали Так, этот у нас здесь встрял Открепить? А зачем их откреплять? Так, пацаны, едьте тоже сюда Где вы там? Да бляха Зачем ты меня приблизила в темноту? Да что с тобой не так? Вот сюда меня приблизь Супер Ну иди они Боже, а что вы так долго здесь ездите? У вас какие-то проблемы, вам помочь? Так, толпа бульдозеров есть Сейчас проверим Получится ли грязь или нет Да твою мать А почему это выделить нельзя? Так, три бульдозера Расчистить Они очень странно добывают Они как будто с разных сторон подъезжают Это очень странно выглядит Очень странно Так, а здесь вы не можете проехать Потому что здесь Неровная поверхность Но здесь же надо прочистить Так, один разряжен, да? Походу один помер Отзову ей потом Потом, потом, потом И теперь вы можете здесь проехать Как это страшно все-таки И визуально И эффективно страшно Еще аномалии, замечательно Короче Если бы им можно было выставить Знаете, как в Варкрафте третьем Пройти с боем Локацию, то я думаю, мы могли бы сделать зигзагом по всей карте им проход Так что у нас там нехорошее происходит, по-моему Зигзагом карту, и они бы просто её всю Всю вычистили Так, самоубийство Надир планета сходит с ума и сводит счёты с жизнью Анализ аномалий завершён, анализ аномалий завершён Так, затрат на исследование робототехники уменьшено Супер В нужном месторождении минералов Пополнение бюджета На земле появились добровольцы знаменитости Супер Самоубийство печально, но ничего не поделать Так, что у нас ещё? В принципе, всё остальное мы можем под гребёнку брать Подземный купол Пусть будет этот, давай, этот, давай, этот, давай Всё, исследуйте У нас упало, кстати, показа... А, у нас умер, видимо, один известный челик, да? Исследование упало до трёх с половиной тысяч Ну, лучше, чем нихера в любом случае В любом из случаев Так, деды, что расскажете? О, о Деды сразу же пошли нахер Слушайте, как замечательно 58 человек всего лишь осталось Так, детей новых затащили Ну Я так понимаю, что их периодически подтаскивают Просто они довольно же быстро вырастают Там 0,17 солов, по-моему Ну, типа 0-17 Там уже по настрою По работничкам всё ещё нужны учёные В огромном количестве В принципе, не удивлён Самое главное, что есть инженеры Не хочу я на Юлию планировать полёт Что вы с этой Юлией ко мне пристали? Так, вода работает Да, здесь всё работает Всё, вопросов вообще нет Абсолютно Вопросов пока что не имею Исследование завершили, да? Ага В любом случае придётся под землю лезть У нас три астероида Вы прикиньте, три Юлия Джзавуй И Бочегалупи, кстати Он же по идее улетел, нет? Или это уже другой Бочегалупи? Бого Бочегалупи, вот Я думаю, что это уже другой Ладно Разберёмся, как бы там ни было Пока что, ребятки Делём с вами небольшую паузу Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте комментировать увиденное И, конечно же, нажимать на колокольчик А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде Пока-пока